Тема, которой в Новом Завете уделено наибольшее внимание, это второе пришествие Христа. В среднем, через каждые 25 стихов в Новом Завете говорится о том, что вернется учитель человечества. И об этом мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава с 1 стиха. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Второе пришествие Христа, оно будет венцом славы Божьей в вечности. Когда я готовил проповедь, я посмотрел в исторических источниках, оказывается, что когда первые христиане встречались друг с другом, они не говорили, как твои дела, как твое здоровье, как твое самочувствие. Когда встречались первые христиане, они говорили слово Маранафа, то есть Господь грядет. И в ответ, с кем он встречался, отвечали, Аллилуйя, Аминь. Маранафа, брат Марк, Господь грядет. И сестра Мария отвечала, Аллилуйя, Аминь. И вот эта готовность христиан побуждала их встретиться с Богом, приносить, продавать свои имения, слагать все к ногам апостола. Это те люди, которые шли, их бросали в амфитеатры разъяренным зверям, и они ожидали прихода Господа, были готовы встретиться с ним всегда. Когда они горели факелами в садах Нерона, они были готовы встретиться с Богом. И вот эта готовность встретиться с Богом, как пожар охватила всю планету. Из маленького государства Израиль, Палестины, Евангелия распространилась, и сегодня сотни миллионов людей по всему земному шару проповедуют Иисуса Христа и говорят о любви Божьей. Прошло уже две тысячи лет, в то время писалось о возвращении Бога. И сегодня восхищение церкви в две тысячи раз ближе, чем было, когда жили первые христиане. И прекраснейшим событием будет встреча или брачный пир небесного жениха Иисуса Христа и его возлюбленной невесты церкви. Я как-то наблюдал эмоциональную встречу, встречу жениха и невесты на вокзале, на перроне. Одни люди спокойно разговаривали, другие прохаживались, а обратил внимание на одну девушку молодую, которая нервничала, волновалась. Она ходила то взад, то вперед, тяжело вздыхала. Это была зима, мороз, холодно на улице. Она делала вот так вот вместо веер руками, что-то ей беспокоило. И когда стал приближаться, услышан стал звук поезда, приближаться, она насторожилась. И когда открылись двери вагона и стали выходить люди, она увидела в дверях высокого статного красивого солдата. Это был ее жених. Ее глаза засверкали. Она побежала навстречу ему, а жених направился к ней, крепко обнял ее и поцеловал. Я хочу сказать, что произойдет на небесах, это прекраснейшая встреча, когда наш жених, Иисус Христос, примет церковь, и мы упадем в его объятия для того, чтобы жить вечно с нашим Богом. И те болезни, трудности, переживания, скорби, которые посещали нас, они останут в прошлом. Мы будем вечно жить с нашим Богом. В череде последующих событий, что будет развиваться, зачем, первым будет восхищение церкви. В послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 2 стих, 1 послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 2 стих. Ибо сами вы достойно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Тать, это старое устаревшее слово, оно обозначает вор. И кому-то не нравится, почему так употреблено такое сравнение. Христа сравнивают с вором. Когда вор приходит, он не приходит к нам для того, чтобы в нашем огороде или бакьярде украть мусор, который мы собрали в углу. Он приходит для того, чтобы украсть самое дорогое, самое ценное. И Христос придет для того, чтобы взять самое дорогое, ценное души, искупленные, за которых пролил Христос кровь. Он возьмет возрожденных христиан с собою. Также мы читаем Евангелие от Марка, 13 глава, 2 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. Одни же, том или части, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Почему это событие скрыто от ангелов и даже не знает сын человеческий? Оказывается, когда в еврею в прошлом выходили замуж и женились, когда подходили к жениху и спрашивали, когда будет твоя свадьба или брачный пир, он отвечал, знает только мой отец. Когда интересовались у невесты, когда будет брачный пир, она говорила, знает только мой отец. Это было принято, принято отвечать в то время. Также Христос сказал, что никто не знает о дне и часе для того, чтобы мы были всегда готовы. Если бы Он назначил какой-то день, люди продолжали бы жить беспечно и ожидали, что будет определенный день, я покаюсь и получу спасение. Но Бог специально скрыл от нас, чтобы мы всегда были готовы встретиться с нашим Господом. Послание Езекииля, 12 глава, 3-4 стих. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их. Переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. Вещи твои вынеси, как вещи нужные для переселения, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения. Когда мы направлялись в Америку, мы интересовались, какие же вещи нужно взять для переселения, чтобы приехать и жить сюда. Я, например, привез большой ковер сюда, а потом пожалел. Думал, лучше бы я взял духовную литературу. Еще вот один случай. Мои родственники приехали сюда в Сакраменто одни из самых первых. 25 лет назад. Никого не было, не у кого было спросить, что с собой взять. Кто-то сказал им, что нужно брать подушки. За подушку получишь автомобиль. И они привезли с собой большое количество подушек сюда в Сакраменто. Они верующие, их преследовали, гнали за веру в Бога. А в КГБ пустили такой слух, и они поверили. Привезли ненужный багаж. Чтобы мы не оказались, когда придем перед дверями вечности, притащили то, что не нужно. Прихватили с собой, чтобы не произошло это с нами. Что же нужно, необходимо для того, когда мы пристанем перед нашим Богом. Какой багаж нужно взять с собой. Это такие качества, как кротость, смирение, терпение, долготерпение, верность, мир и святость. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Судно причалило к гавани. Капитан корабля подошел к ресторану для того, чтобы покушать. А там рядом стоял чумазый, грязный мальчик. И похоже, он очень хотел есть. И подошел к нему капитан, как-то жалко его стало. Он говорит, я бы взял тебя с собой. Ну ты такой. Он так это одернулся, причесался. Говорит, я готов. Ну пойдем. Зашли в ресторан. Капитан накормил этого мальчугана. За столом разговорились. Оказалось, что этот мальчик, крупная сирота, его мама и отец умерли. Его родители были глубоко верующие люди. Мама особенно молилась за него. И когда уже прощала с ним, сказала, сынок, Господь позаботится тебе. Ну когда вышли на улицу, капитан говорит этому мальчику. Сначала подумал, я бы взял его с собой. Ну он так выглядит. Как отнесется команда ко мне? Эти мысли озвучил слух. Этот мальчик опять застегнулся, встал смирно. Говорит, я готов, капитан. Взял с собой на корабль. Команда особенно полюбила его. Потому что был исполнительный, послушный. Что бы ни говорили ему, он отвечал всегда, я готов. Его уже даже не называли по имени, а говорили, я готов. И вот однажды этот мальчик тяжело заболел. Врач этого корабля осмотрел его, обследовал. И когда поднялся наверх из каюты, ожидали матросы. И он сказал, он не проживет и одной ночи. У него тяжелое заболевание. Эти слова вызвали слезы, навернулись на глазах даже у самых суровых матросов. Тогда капитан опустился в трум, там в той каюте, где находился мальчик. Обнял голову руками и горько заплакал. Мальчик этот понял все и говорит. Капитан, я готов. Капитан стал плакать еще больше. Положил голову на груди этого мальчика и плакал долгое время. Потом поднялся и сказал. А мальчик, когда он плакал, капитан, мальчик говорит капитану. А ты, капитан, готов? Капитан стал плакать еще больше. Прошло некоторое время, поднимается капитан, говорит, я готов. Сегодня Господь хочет, чтобы мы не только готовились, но были готовы встретиться с Ним. Потому что мы не знаем, когда Господь каждого из нас отзовет. Книга пророка Амоса, 4 глава, 19 стих. Посему так поступлю я с тобой, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего. Нужно нам не только готовиться, а быть готовым, потому что мы не знаем, когда Господь вернется за церковью или кого, когда отзовет из земли. Прежде умершие воскреснут, потом мы вместе будем восхищены с Господом. Произойдет эта долгожданная встреча к 1-го посланнику и слоникицам, 4 глава, 16 по 18 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретите Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Восхищение будет не на земле, а на облаках. Господь обязательно вернется. Это будет радостное событие для ожидающих и любящих прихода Христа за своей невестой церковью. При восторженном восклицании небожителей мы поднимемся в небеса, чтобы присутствовать вместе с нашим Богом. Если для рожденных свыше это радостное событие, то для неверующих это страдание и скорбь. Иван, Леотлуки, 17 глава, 34 стих. Сказываю вам, в ту ночь двое будут на постели, один берется, а другой оставляется. Я представляю, верующая жена, христианка, молилась, служила Богу, как только могла, а муж неверующий, но иногда посвящал церковь по праздникам. И вот жена исчезла, он понимает, он слышал об этом, выскочил на улицу, возьми меня, я остался, возьми, но он понимает, глубокое разочарование. Поздно. Восхищение церкви произойдет в очень короткий промежуток времени. Это будет доли секунды. Первый послание Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвый во Христе вас веснут прежде, и мы вас нетленными, и мы изменимся. Часть верующих считает, что восхищение церкви произойдет до начала великой скорби. Их большинство. И ссылается на то, что написано, так как ты сохранил слово терпение мое, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную для того, чтобы испытать живущих на земле. Другие полагают, что Христос придет в середину великой скорби. Есть те, которые соглашаются с тем, что восхищение церкви будет в конце великой скорби. Мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 29-31 стих. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Когда Господь вернется, опять уже, его ноги в этот момент, это восхищение церкви происходит на облаках, то когда Господь вернется, то он станет на землю ногами своими, и станет на горе Илеонской. Об этом писал еще пророк Захария, 14 главе, 4 стихе. И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И разделится гора Илеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отделится к северу, а половина ее к югу. Следующее событие, это происходит Армагеддон, битва за Израиль и в Израиле. Участвуют многие государства, когда Бог поразит сатану, и он будет скован на тысячу лет. Наступает тысячелетнее царство, и дальше следующее событие, это суд у Белого престола. Мы в Библии читаем, о человек, неужели ты думаешь избежать суда Божия? Но верующие христиане не идут на суд, а на судилище, для того, чтобы получить награды. Второе поставлено Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо всем нам должно предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в живете, или доброе, или худое. Дух и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Сегодня Господь приглашает, чтобы мы были готовы к встрече с Ним. Молодые люди полюбили друг друга, их объявили. Была помолвка, и невеста жила в одной деревне, а жених в другой. И такой был обычай, что брачный пир должен был проходить в деревне невесте. Она два раза обошла всех жителей деревни и пригласила на ту встречу с женихом, которая должна состояться. Был назначенный день. Собралось множество людей, она в красивом подвенечном наряде ожидала, а жених не приходил. Собралось много людей, они ожидают, переживают, волнуются, а жениха вообще нет. Тогда один из парней, который был неравнодушен к невесте, подошел и сказал, Ты видишь, жениха твоего нету. Я согласен разделить с тобою жизнь. Выходи за меня замуж. А невеста ответила, я жду того, кого люблю. И вдруг там, среди расчелин скал, гор, появился тот, которого она ждала. Это шел ее жених. Это была радостная встреча. Все торжества ликовали. Жених замедлил, но он пришел для того, чтобы брачный пир состоялся. Христос не медлит исполнением обетования, но долготепит, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли, покаялись пред Ним. Это будет прекраснейшая встреча там, на небесах, между драгоценным женихом Иисусом Христом и его возлюбленной невестой Церковью. Триумфом торжества будет этот брачный пир на небесах. Незреченный восторг наполнит наши сердца, когда небесный жених откроет перед нами жемчужные ворота. И мы войдем туда не для того, чтобы только посмотреть, а чтобы вечно жить в раю с нашим Создателем, Творцом, который пожертвовал самое дорогое, отдал Иисуса Христа и пролил кровь для того, чтобы мы наслаждались жизнью, вечно славили Его там, в небесах. И когда мы войдем туда, мы услышим прекраснейшие слова. Слова будут звучать лучше самой прекрасной мелодии, когда Господь скажет нам «Войдите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное от создания мира». Огромное количество, миллионы и миллионы спасенных будут пред нашим Богом для того, чтобы жить не тысячу и не миллион лет, а вечно прославлять нашего Бога. И да поможет нам Господь, когда мы предстанем пред Ним, услышать от Него «Войди в радость Господина Твоего». Да поможет нам Бог не только готовиться, но быть готовым встретиться с Ним, а Господь обязательно вернется. Что Он обещал, то Он исполнит. А нашему Богу за это обещание да будет вечная слава. Аминь. Аминь.